Выпрацывать стратегию развития Витебской области и створать умовы для эффективной деятельности экономично значных галин и предприемствов. Такую задачу поставил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко подчас наведывания Новополоцкого нафтана. Развитие региону у многим залежит от стану справ на этом предприемстве. Новополоцкий гигант формирует амаль полову объема у промысловой вытворчасти. По аценце старшине Витебского Аблваканкама Миколая Шарснева социально-экономичная ситуация у Витебской области стабильная. Кераунник державы отзначил, что в области потребно выпрацывать стратегию промыслового развития, как это сделано у сельской господарцы. Проблемы надо решать, видеть стратегию, за счет чего мы будем первые удерживать здесь людей. На такой зарплате людей не удерживают. Должна быть определенная стратегия, ну примерно как вы пытаетесь или пытались, уже может отошли, выстроить стратегию в сельском хозяйстве. Где вы знаете, где построить комплекс на целые районы или на два района, где что-то объединить, разъединить и так далее. И в результате получить эффект не только в производстве, но и эффект в экономике. Чтобы мы видели стратегию. Ну тоже, малое, среднее, давайте предпринимательство развивать. Условия создан, ты их сюда не затянешь. Условия есть, они пришли, работают, не работают. Надо думать о стратегических каких-то отраслях и предприятиях. В свое время мы начали деревообработку модернизировать и у вас немало сделали. Если вы здесь не работаете на модернизированных предприятиях, а это ваша стратегия, одна, скажем, из стратегии, потому что вы в лесу живете, лес надо перерабатывать. Если у вас там плохо, но это вообще плохо для вас, для министра и для правительства. К примеру, вот это стратегическое направление. Но это не ваша придуманная стратегия. Это когда-то через колено я всех заставил модернизировать деревообработку. Кричали, вопили, не туда деньги вложили. Сегодня деревообработка дает результат в целом по стране. Александр Лукашенко так само ознайомился с перспективами развития предприемства «Нафтан», якое робит сталку на поглубление перепроцовки нафты до 90%. Про будущее белорусской нафтоперопроцовки шла говорка на Нараде, якую провел президент. Особенно остро стояли вопросы обеспечения финансирования модернизации. Эти проблемы сегодня решены на одном и на втором заводе. Все остальное зависит от руководства этих предприятий. И все, о чем правительство и руководители НПЗ просили у меня для завершения модернизации, было поддержано на 100%. Это говорит о важности той работы, которую мы проводим. Я не скажу, что уж суверенитет и независимость нашего государства напрямую и только зависит от работы НПЗ, но это один из факторов, довольно серьезных факторов существования экономики нашего государства. Читай, белорусского государства в целом. Нет экономики, нет государства. Кераунник державы так само ознаемился с социальной сферой предприемства и соустроился с проционным коллективом.